Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна.юэй. Это видео в первую очередь будет интересно всем тем, кого интересуют новые миграционные правила Российской Федерации. На днях в России опубликовали закон, который называется об условиях въезда-выезда и пребывания проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы решили сделать этот Ясно Понятно блог, поскольку прекрасно знаем, какое количество украинских граждан находится в Российской Федерации. Либо на постоянной основе, либо ездят и возвращаются. Эти изменения российские власти анонсировали на протяжении года. Документ довольно-таки объемный, в 167 страниц. Все эти нововведения направлены на ужесточение въезда в Российскую Федерацию и правил контроля иностранцев на территории России. Для посещения страны иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. Буквально сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы тоже должны встать на миграционный учет. О своем отъезде из страны тоже придется уведомлять МВД России. Период краткосрочного пребывания сокращен в два раза. Раньше это было 180 дней, теперь же 90 дней в году. Для долгосрочного пребывания придется подписать соглашение о лояльности и получить единый документ иностранца. Поплашки тоже есть, но они касаются не всех, а только тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получить российское гражданство. Под этот критерий также попадут и украинцы после того, как вступит в силу закон о репатриации. О нем я рассказывала уже в Ясно Понятно блоге, вот в этом. Ссылку на полный текст закона мы опубликуем в комментариях и в описании к этому видео. А сейчас расскажу о принципиальных изменениях и главных новшествах. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Помогать нам будет журналист страны Екатерина Терехова. Итак, иностранные граждане, пребывающие на территории России дольше, чем 90 дней в году, должны будут получить единый документ, удостоверяющий личность. Срок действия этого документа 10 лет. Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев, а также пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, что у него нет ВИЧ-инфекции или других заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Придется также оформить полис обязательного медицинского страхования и создать свой личный кабинет на сайте госуслуг. Ну и заплатить пошлину, конечно же. Сумма пока не называется. В законопроекте этого расширяется перечень граждан, которые имеют право свободного въезда в Россию. Сейчас его имеют граждане Российской Федерации и те, у кого есть ВНЖ. К этому списку теперь примкнутся искатели российского гражданства и члены их семьи, то есть те, кто хочет получить российское гражданство и его семья. А именно по программе переселения соотечественников. Более детально еще раз напомню о законе о репатриации. Я рассказывала в этом Ясно Понятно блоге. Касательно новых сроков пребывания в России. Вводится три главных режима пребывания в этой стране. Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Раньше это было 90 дней в полгода. То есть период, который не предусматривает какого-то дополнительного оформления регистрации, сокращается в два раза. Находясь за границей, гражданин имеет право подать заявление на продление пребывания. Краткосрочного пребывания и основанием для этого являются подача документов на долгосрочное пребывание до ожидания решения на похороны члена семьи, не более чем на 30 дней, для лечения на весь период лечения, по приглашению, которое смогут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо гражданин Российской Федерации не более чем на 90 дней. Долгосрочное пребывание предусматривает нахождение на территории России дольше, чем на 90 дней в году, неограниченное количество времени, при основании среди которых трудовая деятельность, ее нужно будет оформить, быть членом семьи иностранца, который работает в России, обучение, убежище, статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей, наличие у иностранца, близкого родственника, гражданина Российской Федерации, родителей, супруги, дети, если человек является участником программы переселения соотечественников или членом семьи участника. Также помимо вот этих оснований человек должен также выполнить три условия. Иметь аккаунт в государственной информационной системе, иметь единый документ, подписать соглашение о лояльности, о нем мы расскажем дальше. Режим РВП, то есть разрешение на временное проживание, отменяется. Долгосрочное пребывание будет, по сути, его аналогом. И третий режим это постоянное проживание, то есть аналог ВНЖ. Среди новых условий его получения это приглашение на собеседование в специальную комиссию, которая будет принимать решение давать человеку ВНЖ или нет. Одно из новых условий получения постоянного проживания это гражданство Украины. Без каких-либо дополнительных условий. Украинцы, которые стали участниками программы по репатриации, освобождаются от экзамена по русскому языку. Далее, переходим к тому, что такое это соглашение о лояльности. Все граждане, которые хотят оформить себе долгосрочное пребывание в Российской Федерации, то есть больше, чем 90 дней в году, будут обязаны подписать это соглашение. Своей подписью иностранный гражданин подтверждает, что у него нет неснятой судимости или непогашенной судимости за совершение преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами. Также человек обязуется не причинять ущерба интересам Российской Федерации и ее гражданам. А именно, не будет участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных в России организаций. Не будет человек этот участвовать в несанкционных митингах, демонстрациях, собраниях, шествиях или пикетах. Иностранный гражданин также берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с возможной его высылкой, если он нарушит какой-либо пункт этого соглашения о лояльности. Есть также новые требования к трудовым мигрантам. Официально могут работать в России такие категории граждан. Первое. Легально находящиеся в России иностранцы, которые состоят в реестре иностранных работников. Работодатель за них должен заплатить налог. Второе. Это индивидуальные предприниматели. И все они должны записаться в реестр иностранных работников. Надо будет соблюсти следующие условия. Наличие единого документа, наличие полиса обязательного бесплатного или добровольного платного медицинского страхования на срок не менее одного года, отсутствие наркотической зависимости, инфекционных болезней или ВИЧ-инфекции. Также иностранные граждане, которые состоят в этом реестре работников, могут быть самозанятыми. Отношения с организациями они могут оформить в устной форме. Организация эта должна попасть в другой реестр, в котором числятся организации, которые могут брать на работу иностранцев. Меняются также правила миграционного учета. Стать на него надо будет в течение 30 дней с момента въезда в Российскую Федерацию. При этом граждане, которые будут в России работать или же будут там останавливаться в гостинице, должны зарегистрироваться в течение одного дня. Для этого надо обратиться в местное отделение МВД. Надо будет заполнить довольно-таки объемную анкету, где необходимо указать цель визита, адреса пребывания, семейное положение, образование и так далее. Все иностранцы, которые уезжают из России, должны будут уведомлять соответствующие органы о своем отбытии. Его необходимо отправлять также в местное МВД. Сделать это можно также в электронной форме. Если человек останавливается в гостинице, то уведомить о его убытии должна администрация отеля. Данным законопроектом также вводится понятие «контрольный список». Куда будут носиться иностранные граждане, пребывание которых на территории Российской Федерации нежелательно. Иностранец, который попадет в этот список, не сможет въехать на территорию Российской Федерации до изменения решения по этому поводу. А теперь, что это все означает для украинцев. На данный момент этот законопроект находится на стадии обсуждения. Но с большой долей вероятности он будет принят в том или ином виде, но очень близко к тексту, который есть сейчас. В значительной степени этот документ направлен и на украинских граждан, которые находятся среди лидеров трудовой миграции в России. Также обращает на себя внимание, что в России отменили ограничения на въезд почти для всех. С июля часть отменили, остальная часть с сентября. Для Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы. В общем, для всех, но не для украинцев. Для украинцев, похоже, Москва решила поставить, ну так сказать, вопрос ребром. Мол, если хотите жить, работать, ну или даже ездить транзитом через Россию, получайте гражданство Российской Федерации. Для жителей ЛДНР уже созданы для этого все условия, а у граждан Украины такие условия появятся после принятия закона о репатриации. То есть для граждан России и для соискателей российского гражданства границы будут все так же открыты. Остальные после принятия этого законопроекта будет сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время пребывания в России и ужесточаются условия для продления этого пребывания. Существенно увеличиваются контакты мигрантов с МВД. Облегчить это можно будет, если введут электронную систему обращений. К этому, кстати, есть тоже отсылка в законе. В общем, такие дела, друзья, на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева, ясно-понятно, блог на канале Страна Юэй. Совсем скоро с вами снова увидимся. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!